Значит, что еще как бы первокурсники сталкиваются? Смотрите, значит, у вас у всех, у вас у всех, да, есть родители, вот. И родители, опять же, да, то есть в некотором смысле привыкли, ну, как бы сказать, от вас ждать максимального результата. Вот, ну, грубо говоря, в школе там вы были отличниками. И когда, допустим, вы там звоните домой, там, после первого семестра, вот, там, после первой сессии, ну, я думаю, что перед сессией я вам еще лекцию буду читать, ну, вот. И там человек говорит, я там получил хор по матану. Мама, как хор? Да вы что? Как ты мог? Ты что, весь семестр ничего не делал, что ли? То есть там, как ты мог скатиться, как бы, до хора? То есть обычно родители просто не понимают, что хор на физтехе, это, я не знаю, там, отл-20 в любом другом институте, понимаете, там, то есть там, ну, как бы не вырубаясь, да, просто родители, как правило, в большинстве, в 90%, если они сами не физтехе, вот, они просто не понимают, куда их дети попали, да, то есть не понимают, как там, как там тяжело учиться, как там. И вот такие начинаются упреки, естественно, там, ну, вы как люди молодые, да, там, еще, только-только, там, из родительской семьи. У вас, как бы, реакция на родительские упреки, она еще довольно сильная, вот. И вот такая реакция родителей, она, конечно, может очень сильно подкосить людей, вот, поэтому, поэтому, да, то есть вот, чтобы тоже понимали, да, что родители, как правило, вот, про учебу на физтехе не бельмес, они смыслят, вот, поэтому здесь надо к этому быть готовым, что, вау, такие упреки, что надо говорить родителям, родители, вы вообще поймите, куда мы попали, да, то есть, что здесь вот хор, хор, хор семьи, это, это, это то, что там в любом, в любом институте, я говорю, вот, ул-20, поэтому не надо нам мозги компостировать, там, успокойтесь, все нормально, вот, я там, честно работал, там, честно трудился, и так далее, и тому подобное.